Мы не являемся участниками этого противоборства. Затронет рубль, то, соответственно, рикошетом не ударит по тенге казахстанской. Понятно, эти две ключевые страны и наши партнеры. Мы хотели бы, конечно же, снижение напряженности в отношении таких стран. Санат, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как в итоге на Казахстане отразится встреча Путина? Безусловно, все бы не желали и в постсоветском пространстве у нас в Казахстане, чтобы новое санкционное противостояние усилилось. То есть опять это ударило бы по инвестициям, по экономическому рейтингу, по бизнес-климату. Понятно, что это связано будет и с падением тогда валют наших стран. То есть если это затронет рубль, то, соответственно, рикошетом не ударит по тенге казахстанскому. Конечно же, все это противостояние, экономическое противодействие друг против друга, оно болезненно сказывается. Но учитывая еще потенциал экономик России и США, понятно, что в значительной степени и сдержки будет нести российская экономика. Соответственно, это будет влиять на нашу казахстанскую экономику. То есть здесь все взаимосвязано. Поэтому, конечно же, мы хотели бы улучшение этого климата. Ну, следует отметить, что, конечно же, мы не являемся частью или же участниками этого противоборства. Казахстан обозначил свою внешнюю политику как многолекторную уже достаточно давно. Поэтому, понятно, эти две ключевые страны и наши партнеры, в том числе с точки зрения экономики, инвестиций и международной безопасности. И мы хотели бы, конечно же, снижение напряженности в отношениях этих стран. Потому что это откроет возможности для решения многих вопросов актуальных, связанных с региональными конфликтами, стратегической стабильностью, в конце концов, борьба с пандемией, текущим экономическим кризисом. То есть есть в международной повестке очень много вопросов, которые могли бы быть, если не продуктивны, но хотя бы на взаимовыгодной основе разрешены. Редактор субтитров А.Семкин